привет друзья всем привет это вновь программа пит-стоп вы заехали к нам в гараж сегодня у нас здесь богдан наташа надежда я сергей и андрей и сегодня мы поговорим с вами о животрепещущей теме для нас я думаю для всего нашего общества в котором мы живем это чистая речь чистая речь как вы считаете насколько чистая ваша речь пожалуйста ну процентам отношений немножко хотя бы процентов 80 наверно я никогда не думал об этом думал поэтому 80 процентов если подумать то может быть до 50 так наташа меня все зависимости от ситуации когда-то 60 когда-то 20 когда-то 80 но то есть предложение делишь на сто процентов столько томатных слов у тебя 60 процентов надя ну не знаю смотря что употребляет слова чистая речь как бы как это что но для тебя как ты это понимаешь понятно что субъективная у нас для богдана чистая речь это вот это не говорить для тебя это но для меня вообще чистая речь это просто самые обыкновенные слова которые понимают все без мата слов паразитов там вот такого даже без паразитов без паразитов чтобы она вот такая красивая ты прям слушаешь такого как и сколько так ты все мочи не знаю но мне кажется что в среднем 50 потому что ну слова паразиты иногда вот так вот встречается отлично зри ну смотри в процентном соотношении то время когда мне потом не стыдно за то что я сказал знаешь вот чистые и нечистые слова где-то 60 на 40 вот вот как то так за все 40 процентов тебе стыдно да вот они всех отлично друзья вот видите как мы понимаем для каждого из нас чистая речь понятие очень относительное скажите вот в нашем обществе который мы живем вот в нашей русской культуре скажите чистая речь то что считается чистой речи скорее всего когда без мата человек разговаривает так нет только мата смотри же вот ну есть такое выражение что мат это жемчужина русского языка так и как-то без мата есть это жемчужина на самом деле да вот матные слова даже многое решает вот есть люди которые понимают только когда на них под матом наедешь а тогда они сделают то что нужно что они должны сделать может быть это зависит от эмоциональной окраски как ты там какой интонации голоса скажешь не обязательно мне кажется нужны применять матные слова можно и без этого ну ну не знаю как то например на стройке ты прораб и тебе там у тебя и не строили работа и мы понятны настройки тоже люди настройки ты вот за запуск завтра пойдешь настройку работать тебе надо как-то определяться как общаться с людьми никто не работал за с настройки я не работал на стройке находила в школу стройка стройка я вам скажу да то есть у меня была такая ситуация что в шестом седьмом классе вот почему люди начинают вообще матеряться вот материться с такого раннего возраста потому что это модно то есть если там у тебя в классе там такие крутые люди матерятся ты такой а чем ну а я это такой правильный да 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 я я честно я материлась шестом седьмом классе я не поверьте меня камнями вот ну нет я не чувствовал какой-то там тягости я не чувствовал что это плохо я не совести общение нет поначалу я ничего не чувствовал но потом я поняла что я говорю то что я не хочу говорить то есть это не соответствует ну тому человеку которым бы я хотела быть то есть не стало неприятно но впоследствии осознала что я хочу избавиться от этого но я уже не могла это я не знает как какая-то зависимость ты только и так все я не буду материться ты приходишь школу все вокруг нам три слова сказали ты тоже такой начинаешь говорить и это очень сложно от этого избавиться на самом деле очень многое зависит от того где ты находишься зависимость да тебя не сразу это получилось вот избавить нет это то же самое то чтобы с ними люди избавляются от курение им же нужно чтобы рядом не было сигарет рядом со мной люди которым теряться мне нужно чтобы рядом их не было ничего школу не ходить как бы это очень сложно и приходится работать уже над собой вот это хорошо что ты захотела как бы ты решила что ты не хочешь быть таким человеком поэтому ты ну решила как-то от этого избавляться есть люди которым которые как бы решили для себя там ну которые вообще такого решения принимают для которых как бы они приняли решение там идти на электрика там вот такие вот а чтобы принять решение чтобы не говорить матные слова для них вообще как бы такой вопрос не встает ну во первых они не видят в чем проблема всем проблема мата можно тебя просить прочитать стих из библии который ты приготовил так это у нас послание якова 3 глава 6 восьмой стих а язык укротить никто из людей не может это неудержимое зло он исполнил смертоносного яда смотри вот здесь послание ко мне написано что язык когда он говорит матные слова на есть принципе язык наш укоротить невозможно он смертоносное зло когда да когда он начинает работать иногда остановить него не можешь так скажем даже человек свой язык не может укрутить скажите вот кроме матных слов вообще если говорить о чистой речи могут ли какие-то наши слова немат допустим как-то человека оскорблять унижать и если даже нематные слова могут быть не чистой речи конечно могут лично мне кажется что сам по себе мат он плохо тем же в смысл который он себя вкладывает вот все матные слова ты вспоминаешь но там не знаю палец стукнул об косяк и вот сразу же все там какие-нибудь такие слова которые ты услышал они сразу же в голове вспоминаются какие когда какие-то эмоциональные ситуации а потом уже человек когда их употребляет ну понятно что для них это ну какое-нибудь там нормальное делает уже лексикон но мне кажется что это просто от смысла зависит когда-то да потому что например я могу не матерясь там сказать что я сейчас там дам в дупло причем здесь дупло вообще и как бы ну это же не мат и все такое это понятное дело что ну ты вот как бы стихи друзья вот вопрос такой важный если мы говорим на можем много говорить о том что мат это плохо и так далее но если это не так скажем ни на кого плохо не влияет вот вопрос как влияет на нас вообще плохие слова и мат влияет ли плохо хорошо были у вас жизни в случае такие вот что вы поняли что реально мат или плохие слова на меня плохо повлиял и я вот помню я сматерился как-то в детстве мне попало это было плохо у меня была история ну еще со школы то есть это восьмой девятый еще первый курс то есть я вот прям матерился использовал как нормальную свою обычную речь вот и последствия потом для меня это стало плохо в чем когда ну ты общаешься со своими сверстниками те легко нормально у тебя есть привычные уже фразы которые ты используешь а когда ты уже пытаешься поговорить допустим с человеком повыше то есть преподавателем уже начинает мозг он привык ну привыкает все фразы матные уже выходит свою обычную речь и ты не можешь просто уже такой нормальной культурной речью спокойно формулировать свои мысли то есть она у тебя уже выходит на нормальный хороший уровень мат вот и ты же не будешь с преподавателем матом говорить он тебе не поставит пятерку в зачетку вот за такое значит все таки мат это ну не совсем такая нормальная и на на самом деле очень видно то что когда человек матерится ну он кажется в каком-то обществе не знаю не культурным он какое-то общество но не как будто человек начинает деградировать как начинает материться также вот видно такие компании гуляют по улице по улице на все взят на корточках они матерятся если такие крутые но со стороны это выглядит ну просто отвратительно действительно выглядит то что люди стали подобным животным вот и поэтому ну то что ты говоришь нам тебя влияет даже если это не замечаешь неважно материшься ты либо слова поразит если ты складываешь такой же смысл как матные слова ты начинаешь становиться подобным этим словам и ты начинаешь как так деградировать даже может прочитать пожалуйста свой стих который ты приготовила из библии матфея на послание евангелие от матфея 15 глава 10 текст не то что входит в уста скверняет человека на то что выходит из уст скверняет человека вот это сказала иисус своим ученикам и людям которые вы слушали он говорит имеется ввиду что все что исходит от нас но это это в основном конечно наш язык наша речь она скверняет нас самих казалось что и странно да не то что входит нас да то что стало хочешь да да там что мы слушаем то что мы смотрим это конечно я я я тот тот момент как бы иисус говорит не о том что мы смотрим тогда он говорит о том что они там съедор было вопрос связано то что он там съела камень немытыми вот так что идея был вопрос. Но суть его в том, что он говорит, то, что исходит от нас, оскверняет нас, это наша речь в первую очередь. Я сам на себе это почувствовал, потому что я знаю, когда у меня был вспоминант, когда я что-то проговариваю, оно запоминается мне больше в моем мозге, в моих мыслях. То, что я, например, читаю и смотрю, понятно, это закладывается в мне. Но когда я это еще проговорил, это еще больше заложилось в мне. Поэтому, когда мы говорим в первую очередь, что мы говорим, оно очень сильно влияет на нас, не только на окружающих, а именно в первую очередь на нас. Мне кажется, более доступное слово будет, ну, не оскверняет, а ограничивает. Потому что... Объясни. Вот, допустим, на моем примере. Оно ограничило мне круг общения. То есть по сути все матерные, все вот эти слова-паразиты, они просто ограничивают наши круги общения, наше общество. То есть ставят нас в определенные рамки, в которых мы вот и можем общаться. Ну так хорошо. А если ты общаешься хорошими словами, красиво, Алексей, это получается тоже тебя ограничивает в тот маленький круг, который сегодня не матерится, не ругается. Можно же там нормально общаться. Совсем маленький, да? Можно же там и нормальным языком общаться. То есть они там это поймут. А если ты уже с матерной речью упадешь куда-то повыше, в Госдуме же не посылают на всех направо и налево матом. Это очень важно. Да, хорошо. То есть получается ограничивает тебя мат, и ты уже не можешь в нормальном обществе общаться вот с таким, такой лексикой, которой ты общаешься. А вот все-таки хочется больше из вашей жизни понять. Понятно, что в принципе многие не матерятся просто потому, что им родители запрещают. Многие говорят, ну вот вам ваша религия запрещает, поэтому вы это не делаете. Скажите мне лично, почему вы не хотите это делать и считаете, видите для себя в этом благо? Я думаю, ограничиваться религией и родителями это неправильно, это какой-то самообман. Вот ты сидишь, тебя трясет, ты хочешь сказать слово, но я такой правильный, я его не скажу. Это, если ты хочешь, ты уже грешишь по сути. Ты уже его говоришь. Уже его говоришь. Ты желаешь этого. Ты такой человек, что ты материшься, просто этого никто не слышит. То есть ты носишь маски. Это то же самое. Боже видит, он тебя насквозь. Поэтому я считаю, что если ты материшься, ну, если ты хочешь материться, телу нечего скрывать. Но что делать, если ты хочешь материться? Получается, нужно... Нужно работать над собой. Нужно само желание внутри себя. Нужно себя внутренности менять. Не то, что вот просто закрыть себе рот и все. Все же выходит из человека. То есть слова, которые человек говорит, это он, по сути. Ну, он личность... Он себя показывает этим самым. Он дает, ну, так, о себе знать. То есть если человек матерится, значит, ты понимаешь, что человек, допустим, немножко некультурный или что-то такое. Вот. Ну, вот я с Наташей согласна, потому что для меня это тоже, ну, каждое слово, в большинстве своем, то, что ты сказал, это то, что внутри тебя. И все эти матерные слова лично для меня это как признак некультурности. То есть это и то, что изначально ты как-то на своих эмоциях, то, что внутри тебя было. И лично для меня это те слова, которые вызывают во мне неприязнь, потому что они все очень злобные, с агрессией. Я не хочу быть такой, но я понимаю, что однажды, когда я в детстве вообще таких слов даже не знала, не понимала. Ну, как бы, я жила в таком кругу, где там, ну, столько правильные слова, и я даже такого не знала. И я перешла в другую школу, где это было, в принципе, нормальной лексикой. Они там разговаривали на этом языке, там, через каждое два слова. Я это даже не понимала. Я вот смотрела, думаю, о чем они говорят. Я не знаю, что это за слова такие. Потом, когда начну... Приходила домой, спрашивала, мама, вот это что такое? Нет, ну, я как бы, ну, я понимала, что это нехорошие слова, вот, но я не понимала, что они значат. Но в процессе общения с ним ты все-таки понимаешь, что они означают, и когда они у тебя в голове всплывают, ну, ты хочешь что-то сделать или как-то высказаться, и у тебя сразу всплывают эти слова, потому что их употребляли так же. И я понимаю, что это неправильно, и я, наверное, только через года два прям работы над собой смогла от этого избавиться, и сейчас нормально общаюсь. Но для меня это все равно, как... Мне это очень не нравится. Это признак некультурности. Мне кажется, в высшем обществе, например, как Андрей тоже говорил, что так ты не придешь с матерными словами, там, всем вот так вот, и вообще с какими-то плохими словами такими. В общем, друзья, очень все хорошо, понятно, наша позиция, ваша позиция всех нас, да, то, что матные слова, это плохо, говорить их нельзя, но вы мне скажите, как обычному человеку, который сегодня живет в школе такой, в университете, где вокруг матерятся, на заводе, например, да, там, где без мата не объяснишь, там, в какой станок нужно подойти, какой резец, настройки, вот как в этом обществе, ну, сохранить вот этот вот идеал и свою речь чистой? Ну, смотри, у нас... Примерно, да. У нас было такое, ну, даже в колледже, в конце первого курса, мы, ну, там же все делятся на маленькие компании, и мы в этой маленькой компании, ну, мы там все матерились, решили, короче, для себя, что давай не будем материться хотя бы месяц, просто, вот если кто-то матерится, то, ну... Отзатыльник. Ну, да, там что-нибудь, какой-то щелбан, короче, прилюдные унижения, вот. А это, наверное, еще хуже, да? Ну, такое, чтобы было... Следующая тема, обсудим прилюдные унижения. Такое, чтобы было всем смешно, и ему тоже, вот. То есть, и в итоге, ну, под конец второго курса, вот уровень мата снизился очень сильно. То есть, мы уже почти между собой... Как один из способов? Ну, это хорошо, что у тебя есть единомышленники, которые тоже хотят избавиться от мата. Их сейчас сложно найти, потому что для кого-то это, ну, нормальный язык. Нужно, во-первых, в первую очередь спросить себя, кто я, кем я хочу быть. Я хочу быть человеком, который, вот, как сапожник, все-таки ходить и материться, и тут всех обливать плохими словами, словами-паразитами, или я хочу быть хорошим человеком, чтобы у меня не только вот из уст мы выходили хорошие слова, но они были во мне, и чтобы я вот этим жила. И вот как бы нужно над собой работать. У меня есть пример маленькой жизни, я быстро расскажу. Когда в институте учился, на первый курс я поступил, я тоже, я уже к тому времени избавился от речи плохой, потому что она у меня была в школе до этого, это тоже большой опыт у меня, как я от нее избавлялся. И пример такой, тоже люди вокруг матерились, не так часто, ну, такое среднее, может быть, сказать, общество, да, ни много, ни мало, но они заметили, ребята, что я ни одно слово матного плохого не сказал никогда. И со временем я им никогда не говорил, ребята, да что вы материтесь, да перестаньте, это плохо. Просто от того, что я это не делал, и я вел себя достойно, как бы я с ними общался, я с ними дружил, ребята, то есть немного до сих пор мы общаемся. Но они со временем просто перестали сами это делать, потому что знали, что в моем обществе, ну, что я это не делаю, их как-то по сути уже обличало, и они сами тоже хотели, хотели к этому стремиться. Поэтому люди, когда рядом ты, человек, то есть стремится к более высокому, они тоже за ним пойдут, если этот человек будет придерживаться этого принципа до конца. Я на это себя, ну, на это на себя ощутил, и я всем так желаю, как бы, вот за этим стремиться, это действительно работает. Ну что, друзья, в конце я хотел вам предложить такой маленький эксперимент каждому по фенечке. Что нужно сделать? Для того, чтобы избавиться от плохих привычек, говорят, что нужно 21 день примерно повторять это. И поэтому вот такая фенечка, задача наша, одевая на правую руку, мы стараемся не говорить плохие слова, паразиты, маты и так далее. Если вдруг что-то вылетело у нас, то мы меняем фенечку на другую руку. И вот так вот наша фенечка должна продержаться на одной руке 21 день. Если она у вас продержится, то вы выработали привычку чистой речи. В общем, попробуйте, потом мы как-нибудь в программе, может быть, обсудим, как у вас получилось. Ну а на этом мы заканчиваем нашу передачу. Сегодняшнего времени очень мало, тема очень обширная, друзья, но вы сами решайте для себя, кем вы хотите быть. Тут сказали очень важную мысль о том, что все, что исходит из нас, это мы сами. Каким вы хотите быть сегодня, вам решать. А это была программа «Питстоп». Всем пока. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»